Ставить себя на место клиента и быть в курсе новостей. Такие принципы ведения бизнеса вывел для себя один из успешных предпринимателей региона Юрий Тюлюбаев. За 11 лет присутствия на рынке туристических услуг бизнесмен может четко сказать, кто может стать предпринимателем и что для этого необходимо. Юрий Тюлюбаев предприниматель не первой волны 90-х. Начинал бизнес в 2005 году. Поработав в органах власти и крупных коммерческих структурах, понял – хочет работать на себя. Частный бизнес дает полную свободу и независимость от чьих-либо решений. Но хотелось именно заниматься чем-то своим. И то, что было ближе ко мне, это, естественно, было связано со сферой путешествий. Я решил заниматься именно этим. Спрос в тот период на туры только начинал формироваться. Люди только-только начинали активно выезжать за границу. И поэтому можно сказать, что в чем-то я попал как раз в Тюлю. Скромный начальный капитал в 300 тысяч рублей, маленькое офисное помещение и большое желание развиваться. Юрий изучал российский рынок туристических услуг, знакомился с популярными направлениями отдыха. Даже спустя 11 лет помнит своего первого клиента, который приобрел у него тур в Египет. Внимание каждому посетителю и желание дать ему то, что он хочет – один из постулатов бизнесмена. И это работает. По подсчетам Юрия, каждый третий житель города отправлялся на отдых по путевкам, приобретенных в его агентстве. В бизнесе в целом и в сфере обслуживания особенно здесь прибыль, она прямо пропорциональна твоей репутации. То есть, чем лучше у тебя репутация, тем больше вариантов у тебя заработать деньги. Соответственно, когда ты начинаешь заниматься сферой обслуживания населения, ты должен как можно больше быть готов вкладывать именно в свою репутацию. Как ни странно, репутация любой компании зависит не от цен на услуги. Мол, чем дешевле, тем больше клиентов. Согласно опросу, проведенному турфирмой среди жителей округа, решающие факторы при выборе тура – надежность и доверие. Даже в путешествии клиент всегда может позвонить менеджеру и уточнить ту или иную информацию о стране или таможенных правилах. Благодаря такому подходу клиент готов возвращаться в турфирму снова и снова. Вырученные средства Юрий вкладывал в развитие. Ещё одно правило бизнесмена – деньги должны работать. С первых дней бизнеса мы понимали, что туризм – это дело сезонное. То есть, вы сами понимаете, что летом люди в отпуск едут больше, зимой меньше. Поэтому, когда я думал о том, каким направлением бизнеса заняться, мы старались всё-таки придумать, чем можно заполнить выпадающие доходы в то время, когда спрос на туризм падает. Поэтому одновременно с туризмом мы ещё занимались полиграфическими услугами. Открытие полиграфической точки пришлось очень кстати. Спрос был большой, а желающих предоставить такие услуги было мало. Изучение тенденций и знания своих конкурентов помогает быть на плаву и вовремя менять вектор развития. Так, рост посещения иностранцами и путешественниками из других регионов Ненецкого округа стал началом открытия нового направления – въездного туризма. В 2015 году через агентство приобрели экзотические туры в тундру с посещением стойбища и катанием на линии упряжки уже более 200 человек. Я думаю, что важнее всего просто не какой-то этап, когда ты уже понял, чем ты занимаешься и дальше двигаешься, а важнее всего умение преодолевать вот эти все трудности, препятствия. Достаточно высокая стрессоустойчивость должна быть. Сегодня у Юрия собственный офис, обученные сотрудники и прежнее желание России развиваться в любимом деле. Валентина Чебич, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север